Ровная осанка это не только красиво, но и здорово. В этом выпуске уделим внимание позвоночнику. Для выполнения эффективного упражнения нам не нужны никакие тренажёры, но понадобится резинка. Сядьте на пол, ноги выпрямите, на стопы наденьте маленькую эластичную ленту. Берём ленту хватом снизу, то есть наши ладони должны смотреть в потолок. Мышцы ног напрягаем, для того чтобы во время выполнения упражнения резинка не соскочила. Наша задача сохранить естественный прогиб поясницей и немного свести лопатки. На выдохе мы тянем резинку к себе, локти идут максимально близко к туловищу. Мы совершаем усилия спиной, а не руками. На вдохе выпрямляем руки, возвращаемся в исходное положение. Выдох, потянули, свели лопатки. Вдох, выпрямляем руки. У резинок есть несколько степеней жёсткости. Какая из них нам подойдёт? Чаще всего жёсткость резинки определяется либо цифрами, либо их цветом. Наша задача подобрать комфортный для себя вариант выполнения. Они продаются в наборах. Вы можете приобрести целый набор и постепенно увеличивать жёсткость и подбирать её индивидуально из ваших возможностей. Сколько подходов следует выполнить? Мы выполняем три подхода по 20 повторений. На что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок и себе не навредить? Основной из ошибок будет неправильное положение спины. Это чрезмерный прогиб в пояснице и чрезмерное округление грудного отдела. Она должна быть ровной. И также ошибка будет недостаточное сведение лопаток. То есть вы будете тянуть резинку руками, а не спиной. Очень похожее упражнение я выполняла в тренажёрном зале. Да, действительно, это упражнение имитирует тягу нижнего блока к поясу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова